Здоровье По данным Минздрава, сегодня в системе государственного здравоохранения работает около 650 тысяч врачей. При этом дефицит кадров составляет 40 тысяч специалистов. Несмотря на усилия правительства по увеличению привлекательности профессии, в последнее время отток кадров из медицинской отрасли продолжается. Но мы сегодня не о них, а как раз о тех, кто не изменяет клятве Гиппократа. Знакомьтесь, пожалуйста. У нас сегодня представители Самарского областного клинического онкологического диспансера. Виктор Иванов, врач-травматолог-ортопед нейрохирургического отделения. Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Козлов, врач-онколог отделения колопрактологии. Добрый день. Добрый день. На самом деле проблема кадровая в медицине стоит сегодня очень остро. Думаю, что для вас это не секрет. Что лично вас побудило пойти в медицину? Вот лично вас, Алексей. Я родился в семье врачей. Всегда в детстве мечтал стать таким же, как мой папа. Он сейчас работает тоже хирургом в больнице, поэтому выбор профессии для меня не возникал. То же, что и вы? Нет, он работает в общей хирургии, в другой больнице, но специальность хирургии у нас, можно сказать, теперь общая. И когда мы учились в университете, то приезжая на занятия в онкодиспансер, могли только мечтать работать в такой специализированной клинике, потому что уже в те годы, когда он только открылся, он соответствовал, ну, скажем, высоким стандартам европейского качества. Ну, случилось так, что и была возможность поступить в ординатуру по онкологии. Я попал в этот диспансер, с тех пор я там работаю. Оказавшись в отделении тогда еще абдоминальной онкологии под руководством Свинкова Валерия Германовича, я понял, что этот высококлассный специалист сможет сделать из меня хорошего врача, ну, и человека. И с тех пор я работаю в его отделении. Получилось? Это не мне судить, это должны судить, наверное, наши пациенты. Да, хорошо. Ну, на самом деле, острый дефицит кадров, вот я изучила немножко этот вопрос, испытывает ряд специальностей, вот нехватка ординаторов особенно ощущается по таким направлениям, как педиатрия, онкология, хирургия и скорая помощь. Вот, как-то вот к пятому курсу, к шестому студенты понимают, что слишком большая ответственность, и, в общем-то, вот эти специальности почему-то начинают не привлекать. Ну, а вот вы, Виктор. Я с детства интересовался фундаментальными, естественными науками, это физиология, анатомия человека, и когда встал вопрос, в какое учебное заведение высшее поступать, то выбор был очевиден, это медицинский университет, лечебный факультет, и именно травматология, ортопедия. Мне нравится работать с пациентами, нравится работать руками, оперировать. О своем выборе я не жалею. На то время самарская онко-ортопедическая помощь была не на том уровне, как того требовалось, и поэтому я еще со студенческой скамьи начал интересоваться вопросами оказания медицинской помощи именно больным с опухолями опорно-двигательной системы. А вот за эти четыре года удалось не только освоить те методики и технологии, которыми уже пользуются в онкодиспансере, а вот что-то свое, реализовать какие-то свои амбиции, свои какие-то видения, может быть, новые. Это вообще возможно? Конечно, возможно. Главное желание, как говорится. За то время, пока я работаю в онкоцентре, было изобретено и внедрено в клиническое применение семь патентов Российской Федерации. Это патенты и на полезную модель, нами разработаны устройства для забора костной ткани, для устройства для забора биопсии. Это и патенты на изобретение, на способы пластики после изекционных дефектов, обработка костной ткани после удаления и другие. Ну, как я сказал, также написана диссертация. Я, плюс, являясь ассистентом кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии нашего университета, передо мной нашим руководителям поставлена задача выполнять триединую цель, триединую задачу. Это лечить, учить и заниматься наукой. Вот так вот. Я занимаюсь непосредственно всеми тремя этими аспектами. Преподаю у студентов лечебного факультета, это в основном пятый курс. Непосредственно лечу, оперирую больных. И по мере возможности занимаюсь научной деятельностью. Вот сейчас, в настоящее время, при совместной работе с Институтом экспериментальной медицины и биотехнологии, нами проводится ряд экспериментов. Много удалось за четыре года. Алексей, насколько мне известно, вами получен вообще президентский грант. О чем речь? Не совсем президентский. В этом году мы с моим научным руководителем заведующей кафедры онкологии Сергеем Васильевичем Козловым, профессором и доктором медицинских наук, выиграли грант губернатора за наше научное исследование. Это исследование посвящено малоинвазивным методикам лечения пациентов, больных колоректальным раком, уже, к сожалению, четвертой стадии, имеющей метастазы в печень. Печально, что каждый год число таких пациентов только увеличивается. Поэтому актуальность темы, она неоспорима и нет сомнений в ней. А благодаря этим методикам мы можем малоинвазивно, то есть менее травматично для пациента, помогать им продлевать жизнь и улучшать качество этой жизни. Направления, над которыми вы работаете, они разные, скажем так. Но, тем не менее, насколько я понимаю, это как раз те локализации, которые нельзя вот так вот увидеть невооруженным взглядом, посмотрев в зеркало или как-то еще. И поэтому, может быть, вы все-таки подскажете какие-то основные признаки, Виктор, ну давайте с вашего направления начнем. Если речь идет о мягкотканных образованиях, то тут пациенты зачастую сами могут увидеть у себя, обнаружить какие-либо проявления, либо симптомы, либо наличие непосредственно самого образования, тем более, если он достигает больших размеров. Если мы говорим об обхоли кости, то здесь немножко другая ситуация, обстоит место быть. Обхоли костей на протяжении длительного времени могут интенсивно расти, никак не проявлять себя клинически. Вплоть до того, пока не будет какая-то выраженная деформация конечности, либо нарушение функции этой конечности, вплоть до патологического перелома. Но все же, что касается непосредственно первых симптомов, конечно, одним из главных является боль, второе – это нарушение функции конечности, третье – это видимая деформация. Ну, наверное, это вот те признаки, при наличии которых надо желательно, незамедлительно обратиться к врачу первичного звена. – Алексей, ну, собственно, к вам тот же вопрос, что должно насторожить для того, чтобы избежать локализации опухоли в вашем направлении? – К сожалению, наши заболевания, в принципе, онкологические заболевания, они не имеют специфических проявлений на ранней стадии. То же самое можно сказать и про опухоли толстой кишки. Часто симптомами являются слабость, похудание, но в нашем режиме люди чаще это относят к ритму своей жизни и не обращают просто внимания на такие симптомы. Появление каких-либо примесей в стуле тоже воспринимаются либо нарушением диеты, либо еще чем-то, и поэтому начинают заниматься самолечением. Обращаются не к врачу, а смотрят рекламу, телевизор, идут в аптеку и начинают заниматься самолечением. Тем самым упускается время, и когда уже человек понимает, что проблема явная, надо идти к врачу, очень часто это бывает уже запущенная стадия, либо просто далеко зашедшая болезнь. Самое основное, это не надо бояться обращаться к врачу, лучше прийти к врачу на ранней стадии, как вы уже сказали. Такие вы страшные все равно. Спасибо за комплимент, можно сказать, но тем не менее лучше все-таки решать проблему на ранней стадии. Хорошо. Насколько мне известно, диагностическое обследование по поводу рака прямой кишки очень сложное как со стороны того, кто его проводит, так и со стороны, конечно же, пациента. Ну, давайте сейчас мы посмотрим небольшой видеоматериал об этом. Первые симптомы рака толстой кишки – вздутие живота, ощущение переполненности кишечника – могут встречаться и при других заболеваниях, поэтому многие не обращают на них внимания. К врачу идут уже при появлении болей, то есть тогда, когда заболевание начинает прогрессировать. Между тем, колоректальный рак находится в списке очень опасных. Более 30% пациентов, поздно обратившихся за медицинской помощью, погибают. Самый эффективный и точный метод обследования прямой кишки – колоноскопия. Позволяет выявить не только крупные образования, которые, возможно, видны и при других методах обследования, но и речь идет о минимальных изменениях слизистой оболочки, о маленьких доброкачественных образованиях, о раннем раке прямой ободочной кишки. То, что практически, ну, крайне редко можно выявить при ригоскопии, тем более, там, при трансабдоминальном ультразвуковом исследовании. Колоноскопия сегодня проводится с помощью видеоэндоскопа, толщина которого значительно меньше диаметра толстой кишки. При возникновении болезненных ощущений пациент может получить обезболивание. Вовремя сделанное обследование помогает избежать серьезных последствий. Я ее никогда в жизни не делала. Сделали первый раз. Ну, оказалось, что не так страшно, как думалось. Было терпимо. Очень квалифицированные врачи сделали очень хорошо. Я довольна. Обнаружили полип. Ну, и вовремя его удалили. Потому что, если долго не удалить полип, он может преобразоваться во что-то нехорошее. Колоноскопия давно обросла различными легендами. И в народе считается процедурой, сродни методам гестапо. Специалисты утверждают это от незнания. В онкоцентре советуют встретиться с врачом заранее, не стесняясь задать все интересующие вопросы и спокойно идти на обследование. Опасение и страх перед процедурой является основной причиной запущенных случаев рака толстой кишки. Понятно, что каждый пациент очень сильно волнуется перед тем, как пройти такое обследование. Как бы вы не успокаивали, что, в общем, ничего страшного. Но, тем не менее, как подготовиться к нему? Это же, наверное, тоже важно, иначе подскочит давление, там еще что-нибудь будет. Моральная подготовка, естественно, это важно. В первую очередь надо понимать, что человек делает это для себя, для своего здоровья. Это самое основное. Колоноскопия сейчас является самым надежным методом диагностики образований толстой кишки. Но, со своей стороны, могу сказать, что специалисты нашего эндоскопического отделения, под руководством заведующего отделения Круглова Ирины Осина, которая была у вас в гостях, они являются высококлассными специалистами, они всегда настроены на пациентов, они всегда стараются сделать так, чтобы это исследование было максимально комфортно для пациента. Поэтому не нужно ничего бояться, лучше решить проблему на раннем этапе и понимать, что если сейчас упустить время, решение проблемы может быть намного болезненнее и требовать больших усилий в последующем, чем на этом этапе. Будем говорить о злокачественном новообразовании кости. И, очевидно, один из методов лечения – это ампутация. Понятно, что после этого говорить о качестве жизни для пациента достаточно сложно. Какие методы применяют в нашем онкодиспансере? Стоит отметить, что в настоящее время Самарский областной клинический онкологический диспансер обладает полным арсеналом как диагностических процедур на догоспитальном этапе – это всевозможные компьютерные томографии, магниторезонансные томографии, общедоступные методы рентгенографии, дополнение можно сказать о радионуклидной диагностике – это как цинтиграфия и другие. Также нами выполняются практически все возможные объемы оперативного вмешательства. Это всевозможные резекции, большие, меньше по объему, замещение после резекционных дефектов, потому что, если убрать большое по объему образование, потом необходимо все это чем-то замещать. В настоящее время активно развивается нами такое направление, как онкологическое эндопротезирование, применение кожно-мышечных, ревоскалиризированных лоскутов. Стоит отметить, что в последнее время от калечащих, органуносящих операций мы стараемся воздерживаться. Конечно, наряду с выполнением радикальной операции. И здесь необходимо сказать, что, тем не менее, выполняя такие большие по объему операции, необходимо дополнительное лечение, как с точки зрения психологии, так и с точки зрения физиологии. Стоит отметить, что в онкоцентре у нас имеется отличное отделение реабилитации, которое возглавляет Сеохина Татьяна Александровна, доктор медицинских наук. И при проведении хирургической операции пациенты затем получают необходимое лечение в условиях отделения реабилитации, восстановительного лечения. Алексей, аналогичный вопрос. Прочитала статью одного практикующего онколога, который пишет о том, что, в общем, большого смысла в оперативном лечении онкологических заболеваний нет, поскольку после этого все равно качества жизни никакое, и врач тем не менее говорит, что, ну, может быть, лучше уж как-нибудь дожить, но качественно. Появляются сомнения в квалификации авторов этих статей. Да, потому что онкологи не могут позволить себе так сказать. Скорее всего, что-то здесь не так. Ежегодно совершенствуются техники операций, появляются новые технологии. Сейчас в нашем отделении все операции, все объемы, которые определены стандартами оказания медицинской помощи, они могут выполняться лапароскопическим методом. Как один из вариантов, малоинвазивные методики. Все это позволяет пациентам быстрее восстанавливаться, испытывать меньше болезненных ощущений, сокращать сроки госпитализации. То есть человек быстрее возвращается в свою жизнь. Как уже было сказано, у нас есть замечательное отделение реабилитации, у нас есть гастроэнтерологи, у нас есть диетологи. То есть наши пациенты защищены со всех сторон, окружены заботой со всех сторон. Поэтому про качество жизни, ну, может быть, 20, 30 и 40 лет назад, да, можно было сказать, что после операции качество жизни пациентов страдает. На сегодняшний момент такого сказать практически невозможно. Но опять же, при вовремя диагностированном и вовремя вылеченном этом заболевании. Ну, вот возвращаясь к вашему оппоненту, онкологу, который написал данную статью, он также говорит о том, что вообще появление онкологического заболевания это включение некой программы самоликвидации в организме человека. И что неважно, что человек ест, курит он или нет, принимает ли он алкоголь, независимо от этого, у вас либо будет рак, либо у вас не будет. Будем возражать? Будем возражать, я прошу прощения, может быть, если перебью. Как говорится, разумный фатализм – это хорошо, но опять же, любой фаталист, который считает, что все предопределено, переходя дорогу, смотрит сначала налево, а потом направо. Это к вопросу об этом фатализме и о том, что не надо ничего делать. Что вы думаете, Виктор, есть все-таки факторы риска или это миф? Ну, факторы риска, конечно же, есть. Конечно же, есть провоцирующие факторы. Он, кстати, не отрицает генетических, да, вот все остальные. Ни в коем случае. Наряду с наследственной предрасположенностью стоит все-таки уделить внимание таким провоцирующим факторам. То есть это не обязательно, что следствие этого будет. Но тем не менее, среди провоцирующих факторов могут быть как внешние факторы экологии, так, что касается опорно-двигательной системы, это различные травмы, в основном хроническая травматизация. И здесь особое внимание следует уделить, что, как Алексей уже упоминал, что необходимо при наличии каких-либо симптомов незамедлительно сразу обращаться к врачам. Зачастую бывает, что пациент получил какую-то травму, либо вообще не обращался за помощью, либо по ряду причин помощь проведена не в том объеме, не совсем, так скажем, корректно. И потом мы сталкиваемся уже с осложнением. Возвращаясь сейчас к началу нашей программы, мы все-таки хотели поговорить о том, как молодежь приходит в профессию и что из этого получается. Вот такой вопрос. Бенджамин Франклин сказал, лучший врач тот, кто знает бесполезность большинства лекарств. Вот, наверное, не к Алексею вопрос, а все-таки к Виктору. Что вы по этому поводу думаете? Я могу сказать ответный афоризм, что полу-незнание – это хуже, чем незнание. И здесь же также, наверное, Алексей согласится, необходимо упомянуть такую фразу, как «не навреди». Всецело. Алексей, и к вам теперь-таки к Цицерону обратимся, да? Вот он говорит о том, что добросовестный врач, прежде чем назначить больному лечение, должен узнать не только его болезнь, но и привычки его в здоровом состоянии и свойства тела. Как ваше общение с больными? Вот вы для себя какую практику выработали? Насколько много вы пытаетесь о больном узнать? Ну, общение с больным, оно построено в хирургическом стационаре, и, к сожалению, может быть недостаточно времени на это общение. Но это, с одной стороны, может показаться так, и часто именно пациенты говорят о том, что вот, врач с нами не поговорил. Поэтому в наше время мы стараемся уделять работе с пациентом больше времени. Самое главное – объяснить пациенту, что, как, для чего и с какими последствиями мы собираемся сделать. И только уже с полного согласия пациента мы можем проводить какие-либо вмешательства. Ну, самое лучшее общение, я считаю, это общение основано на доверии. А чтобы пациент смог доверять своему врачу, от него нельзя ничего скрывать. То есть на сегодняшний день вы сообщаете больному, что у него онкологическое заболевание. Вот раньше считалось, что нужно тихонько сказать родственникам, самому больному не говорят. Как сегодня? Сегодня у нас есть распоряжение, это приказ, то, что пациент должен знать о своем заболевании. Как раз родственникам мы можем сообщить об этом заболевании только с разрешения пациента. Врачебная тайна, ее никто не отменял, она есть. И сейчас с развитием множества юридических механизмов врачей могут привлечь к ответственности за разглашение этой врачебной тайны. Ну и в завершении нашей программы Новый год позади, но у нас вот канун Старого Нового года, собственно, все равно в России его празднуют. Еще один праздник. Да, еще один праздник. Что вы пожелали бы, упаси бог, не потенциальным пациентам, а просто жителям нашего города, ну вот сейчас всего скорее скажете, почаще приходяйте к врачу. Да нет, зачем. Ну я прежде всего хочу пожелать нашим жителям это здоровье, здоровье вам, здоровье вашим близким. Хочется пожелать счастья, благополучия как дома, так и на работе. Ну а в преддверии довольно-таки больших, так скажем, затянувшихся выходных хочется пожелать, что будьте внимательны. Все-таки зимнее время года требует предельной бдительности. Как со стороны взрослых, так и необходимо обращать внимание на детей. Девушкам, возможно, стоит воздержаться от одевания обуви на большом каблуке. Чтобы не падали, не ломали ноги. Ну да, тем не менее, ходить аккуратно, пытаться сгруппироваться по возможности. И, тем не менее, ввиду у нас изобилия различного вида пиротехники, при получении каких-либо травм, незамедлительно обращаться в дежурные стационары. Ну а как по-другому? Хочется сказать, здоровье – это основное, что есть у человека. Время и здоровье. Обращать внимание на себя, обращать внимание на своих близких. Поменьше обращаться к врачам, ну то есть не болеть. И счастья в новом году. Ну а от меня и наших зрителей желаю вам верности профессии. Спасибо большое. Нельзя просто научиться быть врачом. Это действительно призвание, и к нему нужно идти как минимум 10 лет. 7 учиться в УЗИ интернатуре, потом еще года 3-4 набираться опыта на работе. Ну и, по словам известного австрийского врача Гогоглязера, медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается чудесный покров героизма. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова